Вор в законе Камо Московский. При рождении воровской касты ее основатели явно позаимствовали многое из устава православного черного духовенства. В их числе одинаковое отрицание влияния на жизнь государства, иначе на языке духовников мирской жизни, или обета безбрачия со следованием строгих правил скромности в быту. Конечно же, с ходом десятилетий многое изменилось в нравах элиты преступного мира. У многих из них официально есть семьи, естественно с детьми, приличное жилье и элитные автомобили. Время идет вперед. Впрочем, духовенство тоже не стоит на месте. Неизменным остался один старый воровской обычай. В преступной среде воров в законе знают не по фамилии с отчеством, а по воровскому имени. Чаще всего оно образуется от имени, данном при рождении, и приставки, указывающей на место рождения или город. Который вор считает своей личной вотчиной. Так появились целые отряды воров в законе, носящих в имени упоминания о Тбилиси, Кутыси, Батуми, Ташкенте, Ростове-на-Дону. Очень редко встречаются приставки питерский, а еще реже московский. Все это понятно. В этих городах, как правило, одновременно проживает не один десяток воров в законе. Обозначать себя главным среди них, вставив в имя название одной из столиц как-то совсем не скромно по отношению к другим собратьям. Тот же Патриарх, глава православной церкви носит титул московский, а за ним и всей Руси. Кому московский в России все же ныне живет и здравствует лишь один вор в законе с упоминанием в имени о столице России. Это Кому московский, Егезаров. Правда, живет он сейчас не в Белокаменной, а в маленьком городке Валуйкино-Белгородщине. Там находится исправительная колония общего режима. Кому московскому осталось провести в зоне еще чуть более полугода и тогда он вновь обретет право вернуться домой. Самое удивительное, что Кому родился в Тбилиси и имел все шансы получить в воровское имя приставку «Тбилисский», как у его родного брата Гага или брата собственной супруги Степы Тбилисского, Геворкяна, но судьба распорядилась иначе. С середины 70-х годов Кому часто навещал столицу, а в начале 90-х окончательно переселился в Москву. Имя Кому московский как бы получилось само собой. Родители при рождении дали сыну армянское имя Кому. Никакой связи с соратником вождя народов по революционной борьбе Кому терпит россиянам у них в мыслях не было. Того Кому вообще по паспорту звали Симон. Он вошел в историю большевистской партии, как очень успешный экспроприатор. Кому революционер грабил в банке в Тифлиссе, а будучи посаженным в тюрьму очень умело симулировал сумасшествие. Кому московский банки не грабил, но в тюрьме провел времени на порядок больше, чем его революционный тезка. Биография Кому московского его обвиняли в грабеже и вымогательстве, хранении оружия и наркотиков. Первый раз еще не вором в законе его осудили в Тбилиссе в 1981 году. В тюрьму Кому попал, когда ему едва стукнуло 18 лет. Уже через два года отбилиские воры в законе Отвертка, Шелегия, Сыцка, Сыцешвили, и Котик, Калашан, приняли молодого армянина в воровскую семью. О настоящем воровском мире у Кому московского были хорошие представления. Он уже женился на дочери вора в законе Степы солдата, Геворкян, Ларисии, кроме того, наверняка общался с ее старшим братом уже упомянутым Степой Тбилисским. Все крестные отцы по возрасту годились в Кому в старшие братья. Они были одногодками 1954 года рождения. Сейчас их всех нет в живых. Первым в ДТП на проспекте Руставели погибнет Отвертка. В 2001 году одновременно от болезни уйдут в мир иной оставшиеся двое крестных отцов. Котик тихо скончается на больничной койке в Москве от циррозы печени. Сыцка соберется проводить в последний путь знаменитого дальневосточного вора Джемма, Васин, из Комсомольска на Амуре, но не долетит до Хабаровска. Прямо во время полета у него остановится сердце. В Тбилиси Комо Московский был очень дружен с Саятом Авалыбарским, Аванейсян. Они были ровесниками и в одном и том же году получили погоны воров в законе. Только крестные отцы у них оказались разные. Саят Ран ушел из жизни. В 1990 году его быстро скрутила онкология. Тремя годами ранее в Тбилисской резбольнице у него случился конфликт с ворами Вахопатийским, Дортсмелидзе, и Робертом Каландадзе. Титул они у сайта забрали. Комо Московскому в будущей жизни также пришлось отстаивать свое имя, но вначале ему предстояло вдоволь попутешествовать по всей стране. Он побывал на зонах в Коме, на Урале, в Туве, Кировской области. Сейчас в Валуйках. Вор в законе хорошо знаком с писателем Андреем Ростовским. Наверняка, какие-то моменты его бурной жизни попали в криминальные романы этого автора. Комо приходилось долгое время делить один кров с другими ворами в законе Чебурашкой, Сабреков, Степой Мурманским, Фурман, Армином Калужским, Джанинин, Тимуром Ванским, Габуне, Маратом Сухумским, Танцула, но никогда между ним и его собратьями не возникало никаких терок. Я, вор в законе неприятности подстерегли Комо в конце 2010 года, когда он попал в московское Сизо Пресне. Вора в законе задержали. При обыске у него обнаружили пакетик с героином. На весах содержимое показало 8,3 грамма, что означало крупную партию и долгий срок. Как и положено настоящим ворам, Комо московской торговлей и наркотой не занимался. По данным Мура он контролировал объекты автосервиса в Москве, принадлежавшие выходцам с Закавказья. Во всяком случае, до этого последний срок в 2005 году он получил за вымогательство. Комо забрал якобы за долги у владельца автосервиса на Болотной улице автомобиля Ауди А8. Коммерсант написал заявление в милицию, Комо арестовали. На допросе подведя съемку он подтвердил свой воровской статус, что никогда и ни перед кем не скрывал. Не всем ворам в законе хватает мужества делать такие признания. Многие предпочитают уйти от ответа или промолчать. Отрицать же никак нельзя. Коллеги не простят. На Пресне Комо встречали воры Мирап Меле, Гаге, Иваса Бандит, Какунов. Вскоре их отопировали, и московский вор остался в одиночестве. По воровским понятиям он стал старшим в СИЗО. Ему также перешло право распоряжать сообщаком. На несчастье Комо московского на Пресне вскоре заехал молодой вор в законе Сергей Бентли, Асатриан. Сергей и его отец вор Эдика Ситрина, как и Комо, были земляками. Все родились в Тбилиси, но по каким-то непонятным причинам не совсем ладили между собой на свободе. СИЗО конфликт перешел в открытую форму. Сергей Бентли потребовал отчета о расходовании средств из общака и обвинил старшего товарища в его нецелевом использовании. Вскоре Бентли вышел на свободу, а Комо отправится в колонию отбывать пять с половиной лет в непонятном статусе. По понятиям обвинения могут быть сняты только на личной встрече между Бентли и Комо, но ее практически невозможно организовать. Личные графики воров не совпадают. Тем более у Комо срок заканчивается, а Сергея Бентли отправили на длительный срок значительно восточнее Белгорода в Кировскую область. К нему самому могут появиться вопросы. СМИ недавно распространили скан справки из колонии, в которой говорится о том, что осужденные трудятся швеей. Подневольный труд, по понятиям под запретом. Причуды судьбы. Комо Московскому пришлось бывать в той колонии поселка Восточный, но швеен точно не работал. Едва только Комо вышел на свободу и поселился в подмосковном поселке Путелково, как к нему в гости наведались местные наркотираны. При обыске вновь был обнаружен пакет с наркотиками. Тут тоже не совсем чисто. На вскоре состоявшемся суде Комо Московский получил всего два года условно. Не иначе, как наркоту подкинули, многих воров изолируют от общества таким способом. Во всяком случае, они так утверждают. Испытания на этом не закончились. Комо оказался заложником воровского устава. Он должен был регулярно появляться в отделении ФСИН для профилактических бесед и контроля. Эту обязанность вор упорно игнорировал. Опять же не по понятиям. Кончилось тем, что условный срок превратился в реальный. В январе следующего года вор в законе должен выйти на свободу. В России принят жесткий закон по отношению к верхушке криминального мира. Признание воровского статуса влечет за собой строгое наказание. Раньше Комо Московский с ответом не раздумывал.